Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Андрея Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары, коротко о некоторых темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последние штрихи. Ремонт одной из центральных улиц Зубчининовки, которую обновляют на средства нацпроекта безопасной и качественной дороги, выполнен уже на 90%. Проверили качество питания, режим дня, организацию развлечений и дневного отдыха. В Самаре прошло выездное мероприятие депутатов Городской думы и общественного молодежного парламента в детские пришкольные лагеря. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в совещании по развитию водно-транспортной системы России, которое провел президент России Владимир Путин. В числе вопросов, которые обсудили участники совещания, развитие речного судоходства, строительство судов и необходимой инфраструктуры. Президент отметил, что реки и каналы играют огромную роль в развитии многих сфер пассажирских и грузовых перевозок, гидроэнергетики, сельского хозяйства, в обеспечении работы жилищно-коммунального комплекса. В ходе совещания Дмитрий Азаров доложил Владимиру Путину, как реализуется его поручение по проработке вопроса о создании в регионе портово-логистического хаба в рамках транспортного коридора «Север-Юг». Напомним, эту тему глава региона обсуждал с президентом на прошедшей в этом году встрече. Тогда Владимир Путин одобрил инициативу и дал поручение о проработке этого вопроса с профильными ведомствами. Губернатор нашего региона отметил, что в силу своего уникального географического положения наш регион обладает большим потенциалом для развития речных перевозок как внутренним водным транспортом, так и транзитными судами. На прошлой неделе в Самаре и Самарской области объявили конкурсный эскиз памятника, который будет посвящен специальной военной операции. Идеи и предложения по увековечиванию вклада наших самарских ребят в защиту интересов Родины неоднократно звучали от жителей региона. Инициативу поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Определено и место установки мемориального объекта – это Парк Победы в Самаре. Уже есть несколько предложений по внешнему виду памятника, но, по мнению главы Самары Елены Лапушкиной, принять участие в его создании должны все желающие жители региона. Открытый конкурс проводится до 1 июля. Эскизы, описание идеи, предлагаемые материалы и конкретную точку размещения на территории Парка Победы все желающие могут направить в адрес управления главного архитектора администрации Самары или в адрес Ассоциации Совет муниципальных образований Самарской области. Самарская делегация работает в Республике Беларусь. В ее состав вошли глава города Елена Лапушкина, заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов, заместитель председателя правительства Наталья Катина, руководитель Департамента внешних связей Вера Щербачева, президент Торгово-промышленной палаты региона Валерий Фомичев. В рамках визита запланированы встречи и переговоры с руководителями крупнейших концернов и предприятий союзного государства, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Белорусской универсальной товарной биржи. Об этом сообщает Департамент внешних связей администрации губернатора Самарской области. На повестке дальнейшее расширение налаженных связей с белорусскими партнерами. В частности, обсуждение достигнутых договоренностей о поставках пассажирского транспорта, открытии сервисного центра белорусской спецтехники и сборочного производства на территории Самарской области, вопросы сотрудничества в сфере науки, образования, культуры и молодежной политики, а также туризм, импульсом к развитию которого послужит возобновление прямого авиарейса между Самарой и Минском. Специалисты дорожного хозяйства заканчивают ремонт улицы Офицерской в поселке Зубчининовка Кировского района Самары. В этом дорожно-строительном сезоне один из центральных маршрутов обновили на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас специалисты завершают оставшиеся работы и готовятся к сдаче объекта. Что еще предстоит сделать на участке, узнал Михаил Ермоленко. Улица Офицерская – одна из центральных в поселке Зубчининовка Кировского района Самары. Местные жители по праву называют этот маршрут «дорогой в школу». Именно здесь расположено общеобразовательное учебное учреждение номер 147 – некогда вечерняя школа рабочей молодежи. В этом сезоне проезжая часть по Офицерской включена в перечень обновляемых дорог на средства профильного нацпроекта. Ранее ремонтировали участок от Зубчининовского шоссе до улицы Изыскательской. А начиная с апреля этого года работают на маршруте от улицы Изыскательской до Чекистов. Ремонт выполнен на 98%. В настоящее время специалисты завершают оставшиеся работы – укрепляют обочины асфальтобетонным гранулятом. Данный вид работ защищает от разрушения кромки асфальтобетонного покрытия. Асфальтобетонный гранулят сыпется чуть выше основного покрытия и уплотняется с тем условием, что автомобильный транспорт будет наезжать не на кромку для съезда и разрушать тем самым, а на гранулят. Ремонт на улице Изыскательской выполняли методом больших карт. Здесь уложили почти километры нового асфальтобетонного покрытия. Обновили и инженерные коммуникации, подняв их на проектной отметке в один уровень с дорожным полотном. Люки смотровых колодцев заменили на новые – антишумные и антивандальные. Ремонт улицы Изыскательской остается на контроле не только Департамента городского хозяйства и экологии, но и общественности. Для жителей Зубчининовки это важная транспортная артерия. Жители очень активны в данной территории. Они буквально каждый метр дороги просматривают, правильно ли она сделана, сделано ли это по ГОСТам, будет ли потом приемка данной улицы. Это очень важно. И контроль жителей, поскольку выезжала я сама неоднократно, встречалась с жителями, с подрядчиком, для того, чтобы работа была выполнена качественно. Улучшение дорожной инфраструктуры является одной из приоритетных задач, поставленных губернатором Самарской области Дмитрием Мазаровым. Ремонтируют дороги местного и регионального значения и крупные объекты, такие как мосты. По итогам 2022 губерния была снова признана лидером в реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году в регионе запланировано отремонтировать и построить 85 объектов общей протяженностью более 233 километров, в том числе 17 мостов. Так, в Самаре в этом дорожно-строительном сезоне обновляют 42 объекта уличнодорожной сети. 25 участков уже завершены, на 10 продолжают трудиться. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. В Самаре продолжается строительство станции метро «Театральная». В данный момент обсуждается вопрос целесообразности дальнейшего переустройства инженерных коммуникаций. Речь идет о сетях, которые изначально попадают в техническую зону метростроя и, в частности, располагаются по линии будущей проходки. Специалисты находятся в диалоге со всеми ресурсоснабжающими организациями, чтобы сообща выработать алгоритм дальнейших работ относительно тепловых сетей, а также водоснабжения, водоотведения, ливневой канализации. Эксперты поясняют, при оценке технического воздействия на сети ранее на региональном уровне было принято решение о том, что на определенном отрезке коммуникации можно не переустраивать. Теперь по вопросу освобождения территории от инженерных коммуникаций предстоит повторно, уже заручившись одобрением всех ресурсоснабжающих организаций, пройти экспертизу, чтобы окончательно исключить из работ данные сетевые отрезки. Для обеспечения временного электроснабжения при пуске второго тоннеля проходческого комплекса с площадки в районе Новосадовой-Полевой на заводе-изготовителе идет комплектация трансформаторов. Их поставят в зону метростроя и смонтируют ориентировочно к концу августа текущего года. Эксплуатация трансформаторов станет возможной после того, как Ростехнадзор подпишет соответствующую документацию. В будущем с открытием новой станции подземки жители отдаленных районов города смогут быстро и комфортно добираться в исторический центр и обратно. Развитие подземного городского электротранспорта, что положительно повлияет и на совершенствование иноземной транспортной инфраструктуры, уделяет повышенное внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это очень прекрасное событие, так как будет разгружена транспортная развязка города Самары. Из удаленных участков города можно добраться будет до центра города в кратчайшие сроки. И появится возможность у жителей города из отдаленных населенных пунктов приехать в центр города, посетить прекрасные места, набережную, театры и многое другое. Двор по адресу Старозагора 56 преображается благодаря губернаторскому проекту «Содействие». При этом жители решили отремонтировать не только тротуары дворовой проезд, но и дорогу, которая ведет к остановке трамвая. Наша съемочная группа увидела, как идут работы во дворе. Светлана Кудрявцева расскажет подробнее. Привести в порядок не только тротуар во дворе, но и межквартальные дороги, в том числе от мечети до конечной остановки трамвая. Такое решение приняли жители двора дома 56 по улице Старозагора и подали заявку на участие в губернаторском проекте «Содействие». Когда я узнала о такой программе «Содействие», которая может сделать ремонт не только на территории дома, но и окружающей территории вокруг дома, поэтому мы приняли решение, посоветовали с жильцами о том, что мы же здесь живем, мы хотим, чтобы прилегающие дороги, по которым мы ездим и ходим, тоже были в отличном состоянии. Сейчас подрядная организация меняет тротуар у подъездов, ставит бортовой камень, укрепляет щепнем, затем будет асфальтировать. Все работы идут под контролем инициативных жителей, учитываются замечания и пожелания собственников квартир. Все вопросы уточаются по входным группам для того, чтобы учесть пожелания инвалида, который здесь проживает, колясочника. Мы установили с двух сторон пандусную часть, для того, чтобы ему комфортно было пользоваться данной придомовой территорией. Ведут работы и на примыкающей территории. Несмотря на ухудшение погоды, все выполняют в срок. Сняли старое асфальтное покрытие, готовим дорогу от ветклиники к данной домовой территории. И газонную часть в виде полукольца установили бортовую часть, поребрики борта. Выравнивание происходит в данный момент, подготовка к завезению грунта, чтобы все было красиво. Контролируют работу подрядчиков как сами жители, так и администрация района. Напомним, что основным условием участия в губернаторском проекте «Содействие» является софинансирование проекта не только из городского и областного бюджетов, но и из средств жителей. В этом году по губернаторскому проекту «Содействие» в промышленном районе будет благоустроено три дворовых территории. Это Матросово, 57, это Нововокзальная, 155 и, конечно же, Старозагора, 56, где мы с вами сегодня находимся. Это очень хорошая история. У нас в районе довольно активные жители в ней участвуют, уже не первый год. У нас огромное количество заявок и мы стараемся прибавлять и прибавлять с каждым годом, и жители с удовольствием эту историю поддерживают. Кроме того, на территории района благоустроят шесть дворов по программе «Формирование комфортной городской среды» и девять дворов по программе «Народное инициативное бюджетирование». На всех объектах работы уже идут. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События. Качество питания, режим дня, организация развлечений, дневного отдыха. В Самаре прошло выездное мероприятие депутатов Думы городского округа «Самара», представителей молодежного парламента и общественного совета. Они оценили работу детских пришкольных лагерей. Подробности в нашем сюжете. Более 15,5 тысяч детей отдохнут в этом году в пришкольных лагерях «Самары». В городе таких учреждений 189. Они размещаются на базе учебных заведений и при центрах дополнительного образования. Сегодня работу лагерей оценили депутаты Самарской думы, представители молодежного парламента и общественного совета. Были в Самарском районе, в Ленинском, сейчас железнодорожный период. Везде четкая организация не просто смены 18 всех дней, но и каждого дня режим четкий, и утренние зарядки, и вопросы с питанием. В первую очередь места в пришкольных лагерях предоставляют детям из социально незащищенных семей, а также тем, чьи отцы – участники СВО. У ребят более стала разнообразная программа, которая им позволяет развиваться во всех сферах официальной и выздоровительной. Также предусмотрено достойное питание. В некоторых школах пребывание детей организовано без дневного сна до середины дня. Парламентарии рекомендовали со следующего года продлить время пребывания до вечера, ведь родителям неудобно забирать детей в середине рабочего дня. Виктория Шарая, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях этого дня. Самара вошла в топ-5 национального рейтинга по инфраструктуре и ресурсному обеспечению инвесторов. Благодаря системной работе команды управленцев во главе с губернатором Дмитрием Азаровым в 2023 году Самарская область укрепилась в первой десятке субъектов с лучшими условиями для бизнеса и инвесторов, при этом войдя в топ-5 регионов-лидеров по направлению инфраструктура и ресурсы. Рейтинг ежегодно формируется вместе с ведущими деловыми объединениями страны, экспертами и предпринимателями. Он оценивает усилия властей субъектов страны по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается по 67 показателям в составе четырех направлений. Эксперты выяснили, сколько россиян путешествуют с домашними животными. По сообщению одного из информационных агентств, большинство респондентов предпочитает поездки с питомцами на автомобиле. Еще 25% путешествуют с животными на самолете, а 17% выбирают наземный транспорт. В случае, если питомца взять с собой не получается, 35% опрошенных оставляют их с друзьями или родственниками, а 25% в зоогостинице или на платной передержке. Только 12% респондентов выезжают за рубеж вместе с четвероногими друзьями. Остальные путешествуют с животными по России или в пределах своего региона. По данным исследования, большинство опрошенных хотели бы видеть в России больше отелей, в которых можно проживать с питомцами. Для жителей Самарской области работает горячая линия, туристические услуги и инфекционные угрозы за рубежом. Консультации дают сотрудники Роспотребнадзора и специалисты учреждения здравоохранения, Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области. Горячая линия будет функционировать до 30 июня. Звонки принимаются с 10 до 16, с перерывом на обед с 13 до 13.45. Позвонить можно по телефону 260-69-56-966-56-24. Полицейские задержали самарца, подозреваемого в краже сувениров. В отдел полиции Кировского района Самары за помощью обратилась владелица магазина сувениров, расположенного на улице Тувинской, и сообщила о краже. Как пишет пресс-служба ГУ и МВД России по Самарской области, из магазина пропали комплекты нардов, картины из дерева, более 40 фигурок из глины, музыкальная колонка, около 900 штук сувенирных магнитов и более 15 шахматных наборов, изготовленных вручную из хлеба. Стоимость ущерба составила более 490 тысяч рублей. Полицейские задержали ранее судимого 43-летнего безработного местного жителя. Заведено уголовное дело. Обвиняемый обязался возместить потерпевший причиненный ущерб. Одна из российских авиакомпаний возобновляет регулярные рейсы из Самары в Бишкек, а также в обратном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Киргизии. Авиарейс будет выполняться один раз в неделю по воскресеньям. В прошлом году авиасообщение по маршруту Самара-Бишкек было приостановлено в связи с низким пассажиропотоком. В четверг 22 июня, в день памяти и скорби, в 12 часов 15 минут по московскому времени, Самарская область присоединится к всероссийской минуте молчания. 12 часов 15 минут – это момент выхода в эфир обращения к советским гражданам о нападении нацистской Германии на Советский Союз. Началась война, унесшая 27 миллионов жизней советских людей. В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о проведении в день памяти и скорби всероссийской минуты молчания. Ежегодно представители общественных, молодежных, волонтерских, образовательных организаций, юнормейцы, военнослужащие, представители ветеранских организаций, члены правительства Самарской области и лично губернатор Дмитрий Азаров принимают участие в торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню и горельефу скорбящей матери Родине и всероссийской минуте молчания. В этом году центральная церемония возложения цветов и минута молчания пройдут на площади Славы в Самаре. Присоединиться может каждый. На одну минуту в 12 часов 15 минут жизнь на территории России замрет. На рабочих местах, больницах и санаториях, в школах и вузах люди склонят головы, чтобы вспомнить родных и близких, переживших самую кровопролитную войну 20 века. А также тех, кто сегодня защищает наше мирное небо. Жители Самарской области присоединятся и к всероссийской акции «Свеча памяти». Она пройдет в ночь с 21 на 22 июня. Все желающие зажгут свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо зажечь виртуальную свечу на портале деньпамяти.рф. Сейчас это можно уже сделать. На текущий момент к акции уже присоединились более 4000 жителей губернии. Отметим, что участие в событии – это не только дань памяти погибшим, но и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. Им будет оказана адресная помощь. Для этого благотворительный фонд «Память поколений» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей. Также в память о защитниках Родины участники возложат лампады и цветы горельефу скорбящей матери Родины. Цель акции – напомнить, что 22 июня 1941 года началась Великой Отечественной войны. Она продлилась 1418 дней и унесла жизни 27 миллионов человек. Также в Самаре пройдет международная акция «Огненные картины войны». На площади имени Кубышева волонтеры Победы и представители молодежных организаций создадут картину из 35 тысяч свечей, посвященную основным символам Победы. Штурмовик Ил-2, паровоз «Лебедянка» и «Георгиевская лента». Присоединиться к акции могут все желающие. Увидеть несколько сотен видов бабочек, узнать об их цикле жизни, питания и пользе для всей планеты смогли дети с ограниченными возможностями здоровья во время экскурсии. Юным гостям интерактивного выставочного центра «Умный дом бабочек» Самарского университета рассказывали занимательные факты об этом отряде насекомых, а также с помощью виртуального пространства показали, в какой среде обитают экзотические чешуекрылые. Яркую и познавательную экскурсию посетила и наша съемочная группа. В этом выставочном зале представлены только несколько сотен экземпляров бабочек из коллекции профессора Сергея Сачкова. Он начал изучать этот отряд насекомых, еще будучи совсем юным, и сейчас энтомологическое собрание насчитывает более 75 тысяч видов. Это одна из самых больших коллекций в России. Есть даже такие редкие виды, как птицекрылка королевы Александры. Обитает в Бразилии и является одной из самых крупных из семейства парусников. Ее размах крыльев может достигать до 28 сантиметров. Экскурсии в музее проходят регулярно. Особое внимание здесь уделяют образованию детей с ограниченными возможностями здоровья. На одной из таких встреч и юным гостям умного дома бабочек рассказывали интересные факты о том, какую пользу приносят эти насекомые планете, об их жизненном цикле, питании и среде обитания тех или иных видов. Есть школьники, которые приходят из обычных классов или биологических классов, приходят или пионер-лагеря, которые, скажем так, сейчас тоже интересно им, наверное, не только на самой природе, но еще посмотреть, какие экземпляры, какие виды бабочек представлены в Самарской области, не только. Экскурсия продолжилась в виртуальном пространстве. Это одна из главных особенностей музея. С помощью VR-очков дети практически вживую могут увидеть представителей отряда чешуекрылых и узнать о каждом из видов подробнее. Дети могут самостоятельно посмотреть, изучить, возможно, на чем-то заострить свое внимание и более подробно рассмотреть и увидеть это воочию, вживую, в 3D-объеме, как сейчас дети это все любят. Это более, так скажем, интересно для современного поколения. Кроме стационарной экспозиции изучить бабочек можно на экране современных гаджетов. Сейчас в музее активно занимаются переносом насекомых с выставочных полок в виртуальное пространство. На сегодняшний день специалисты оцифровали уже более 100 видов. Михаил Ермоленко, Петр Поломеев. События. Стало известно, когда в Самарском зоопарке появится львенок из Барнаула. Зверя по кличке Алтай привезут в конце июня. Животному оформили паспорт, где указали его родителей, дату и время рождения, рост, вес и сделанные прививки. Об этом сообщил директор Барнаульского зоопарка «Лесная сказка» Сергей Писарев. Напомним, после смерти льва Цезаря работники зоопарка обратились к коллегам из Барнаула с просьбой продать им львенка. Для него уже подготовили вольер. Губернатор Дмитрий Азаров лично подключился к решению этого вопроса. Цезарь, живший в зоопарке 16 лет, скончался 18 апреля. В последнее время у него были проблемы со здоровьем. Ветеринары оказывали всю необходимую помощь, но не смогли его спасти. Личная лента в социальных сетях как отражение сущности человека. Сегодня по всему миру отмечают Международный день селфи. Считается, что впервые праздник был организован и проведен в США в 2014 году. Его создателем принято называть техасского диджея Макнили. За рулем автомобиля, на прогулке и просто лежа на диване. Люди фотографируются везде. В последние годы психологи говорят все больше о таком понятии, как селфи-зависимость. Где грань разумного, выяснила наш корреспондент Ксения Баканова. Галина Топилина с детства любит фотографироваться. Когда была школьницей, всегда носила в сумочке фотоаппарат. Со временем детское увлечение переросло в привычку. Сейчас девушка делает фото при помощи телефона. Удачные кадры сами по себе не рождаются, отмечает Галина. Перед съемкой важно не только привести себя в порядок и выбрать наряд, но и найти интересную локацию для фотосессии. Как, к примеру, на Галактионовской, 91. Теперь в копилке девушки еще несколько новых селфи. Я думаю, что если постоять, поразглядывать, здесь можно много увидеть для себя. Самарцу, по крайней мере, он узнает эти места. Может быть, где-то живет, где-то работает, где-то мимо проходил. Я вот сразу, когда сюда пришла, обратила внимание на окна театра Самарской площади. Очень люблю здесь бывать. Слово «селфи» произошло от английского «self», что означает «самостоятельно». На языке профессионалов такие снимки называют автофотопортретами. Фотограф Василий Монахов уверен, классные кадры может сделать на сотовый телефон даже новичок. Главное – знать несколько секретов. Можно использовать какую-то предметную съемку, например, зеркало, монопод, штатив, стабилизатор и какой-нибудь подручный средство даже в бутылку. Нужно всегда импровизировать, я так скажу. Не нужно делать как все. Нужно показать такую фотографию, чтобы она зацепила своей простотой и несложностью. Изначально «селфи» приобрело популярность среди молодежи. Относились к нему как к баловству. Сейчас же за самофотографированием можно застать кого угодно. Серьезных бизнесменов, музыкантов, политиков и даже героев советских мультфильмов. И это не случайно. Ведь обычный снимок на камеру просто показывает предмет или событие. А «селфи» привязывает человека к месту. Он становится частью истории. В погоне за необычным кадром или количеством лайков в социальных сетях любители селфи очень часто рискуют своей жизнью. По статистике, самые популярные места для экстремальных автопортретов – это крыши домов, мосты и железнодорожные пути. Поэтому любое увлечение хорошо в меру, говорит психолог Алина Калашникова. Главный показатель – это не число кадров и не количество времени, потраченное на селфи. Ведь если человек находится в отпуске, делится с друзьями своими фотографиями, здесь нет, конечно же, патологии. Важно понимать, какую значимость они приобретают для него. Если он забывает про учебу, работу, про живое общение с друзьями, родственниками, вот здесь уже стоит задуматься и насторожиться. В зоне риска – дети и подростки. Ведь у них энергии хоть отбавляй, а чувство самосохранения еще срабатывает слабо. Поэтому родителям стоит быть внимательнее, проводить побольше времени со своими детьми и следить за тем, чтобы у ребенка были занятия. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Футболисты крыльев советов выходят из отпуска и начинают подготовку к новому сезону. Хоккейный клуб «Лада» подписал трех игроков с опытом игры в континентальной хоккейной лиге. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Футбольный клуб крыльев советов выходит из отпуска на этой неделе. В пятницу футболисты соберутся в Москве и в рамках подготовки к старту сезона пройдут медицинское обследование. Готовятся к играм чемпионата и Кубка России в Олжане будут на клубной базе в Самаре. Первое занятие пройдет 24 июня. В рамках сбора запланировано проведение нескольких контрольных матчей. Первый из них крыльев советов проведут 1 июля с саратовским «Соколом». Полное расписание контрольных игр в межсезонье будет опубликовано позднее. Хоккейный клуб «Лада» готовится к первому сезону в КХЛ после возвращения. Состав команды пополнили три новичка. Это опытный нападающий «Витязя» Дмитрий Кугрышев, который провел в лиге более 600 матчей, нападающий из Сочи Артем Иванюженков и форвард Минского «Динамо» двукратный серебряный призер чемпионата Сергей Шумаков. В Берлине стартовал женский теннисный турнир на траве категории WTA 500. В первом раунде уроженка Тольятти Дарья Касаткина должна была сыграть против Петры Мартич из Хорватии, но она снялась с турнира. Ее заменила россиянка Элина Аванесян. В начале матча возникла долгая пауза из-за дождя. Соперницы обменялись победными партиями, а в решающей Дарья сначала повела 5-2, затем упустила это преимущество. И позже не смогла реализовать сразу два матчбола на тайбрейке, допустив сенсационное поражение. В Сургуте завершился чемпионат России по бильярдному спорту в дисциплине «Свободная пирамида». В турнире приняли участие около 150 сильнейших спортсменов из различных регионов России. Спортсмен 63-го региона Александр Молчанов в соревнованиях среди мужчин выиграл серебряную медаль. Победителем стал москвич Евгений Башкатов, бронза у Максима Зверева из Ленинградской области. В Республике Татарстан состоялся чемпионат России по триатлону спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и спорта слепых. В турнире приняли участие 20 спортсменов спорта лиц спода из 9 регионов России и 7 спортсменов спорта слепых из 4 субъектов России. Представители Самарской области Андрей Буков и его лидер Артем Афанасьев в классе B1, B2, B3 финишировали вторыми и завоевали серебряные медали. Экипаж 63-го региона уступил дуэту из Свердловской области. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Проголосовать на выборах губернатора Самарской области жители региона смогут 8, 9 и 10 сентября. Информируют в телеграм-канале Железнодорожного района. Но организация выборного процесса начинается задолго до этого времени и заканчивается также не сразу. Какие этапы включают в себя выборы и что важно знать избирателям, чтобы не упустить шанс поучаствовать в судьбе региона, рассказывают на страницах телеграм-канала в опубликованных карточках. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают о том, что в качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми предоставляется единовременная выплата родителям при рождении близнецов, двух и более детей. За оформлением пособия одному из родителей нужно обратиться в МФЦ, либо заполнить документы на региональном портале госуслуг. Необходимым условием оформления выплаты является постоянная регистрация одного из родителей и детей в городском округе Самара. Жителей Советского района в телеграм-канале приглашают пройти диспансеризацию. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно для граждан в возрасте от 18 до 39 лет, один раз в три года, в возрасте от 40 лет и старше ежегодно. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Департамент городского хозяйства и экологии на страницах своего телеграм-канала запустил опрос для жителей города. В каких скверах вы больше всего любите тренироваться? На выбор представлены шесть локаций и графа «Свой вариант». Напомним, в столице региона продолжают обновлять общественные территории по нацпроекту «Жилье и городская среда». По желанию жителей в парках и скверах города появляются новые спортивные и детские площадки, проводятся озеленения территорий, а также обустраиваются зоны отдыха. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго, увидимся!